59 контрактов на выполнение работ по замене кровли заключил Магнитогорский отдел регионального оператора капитального ремонта в 2020 году. В каких-то домах уже прошла приемка, а где-то только сняли старый шифер. Чем его заменят и почему ремонт крыш разрешено проводить зимой, расскажем далее. Нет и следов январских обильных снегопадов. Возможность, в отличие от дождя, упрать снег – одна из причин того, что капитальный ремонт крыши подрядчики выбирают делать зимой. Работают в мороз, зато не несут убытков. Ведь если по причине проведения капремонта пострадают квартиры, ущерб возмещать подрядчикам. А зимой риски затопить талой водой верхние этажи минимальные. Неудобств, связанных с понижением температуры в доме, испытывать жильцы также не должны. Изолятор тепла является перекрытием. То есть открыта крыша, либо закрыта. Разницы по температуре у собственников квартир не будет. Это может быть только на тот момент, когда меняется утеплитель по крыше. А разница между улицей и закрытой крышей на чердаке максимум составляет 5 градусов. Засыпка утеплителя, а им служит керамзит, производится только после того, как крышу закроют профлистом. Изначально меняются, выбираются все устаревшие гнилые стропильные ноги, частичная замена. И стопроцентно идет замена об решетке и покрытие самокровельное. Обязательный этап капитального ремонта, прежде чем подрядчик приступит непосредственно к работам, обследование здания. Жильцы дома 9 Почекалова на проблему с протекающей уже не первый год крышей указали сразу. Надеемся, хорошо сделают. Пойду посмотрю, дыры есть или нет. К приемке комиссии, в которую входят и представители собственников квартир, практически готова крыша 37-го дома по улице Уральской. По контракту ее могли бы сдать к лету, но сделали на радость жильцам гораздо быстрее. Теплее стало. С 2020 года стоимость ремонта крыши возросла. Все потому, что отказались от использования шифера. Стали применять именно лист с полимерным покрытием. Металлический лист, профилированный с полимерным покрытием. То есть существенно увеличивается долговечность этого покрытия. Ну и визуально, скажем так, гораздо интереснее смотрится. Гарантийный срок на выполненные работы по капитальному ремонту 5 лет. Но это при условии должного обслуживания крыш управляющими компаниями. Иначе претензии не к подрядчикам, а к тем, кто своевременно и правильно не убрал снег с кровли.